всем привет душнил и мы сегодня смотрим но она не знаем мы как ставится ударение у этих имен мы же каждый день на улице не знаю там просто у меня течет в предыдущих серий с первого момента нашей встречи ты ведешь себя глупо и эгоистично что принцесса я отказалась от всего чтобы обучать анга магии земли так что не смей называть меня эгоистичной аватар еще жив я хочу чтобы ты нашел его и покончить это же безумие как сражаться с парнем который взрывается силой мыслей книга 3 огонь глава 7 беклянка нам не просто так далее ну конечно либо наоборот типа какое-то сближение ой какая прикольная статуя я надеюсь это как обычно финал и нам сейчас будут раскрывать как как к этому пришли я эту серию включил седьмую седьмую все правильно седьмой потому что тот чел стрелял башку на выбор да ладно рубина не разыгрывается и нас за нос воде типа вот они послали это как вечный огонь вот это и звезды у нас это только вот и из-за рта вообще потрясающая статуя ты видела у него даже из рук пламя не идет просто вокруг за три дня до этого видишь да 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 хорошо я уже готов тренироваться отлично придумал твинкл тос визуализации и нападение может тебе следовать собственным советом тов а что такое боишься испачкаться мадам чистая задница смешно но я просто не так чем сейчас подвергла угрозе камнем летел в бочину вообще я я знаю я знаю что это нормально что люди резиновые больные их не пробивает ничего как же вы но все равно блин в бочину тебя влетел к или жестко может это мягкая почва прости я обрызгала тебя мадам грязнуля может слегка передохнем скрытая атака скрытая атака не срабатывает если громко кричать спасибо создателям за сока о женщины дерутся в грязи лучше съешь его сама жестко эй девчонки вы должны были тренировать меня хорошо мой ученик полагаю на сегодня было достаточно тренировок а пока катар отмывается пойдемте немного повеселимся ура что они прям жестко подрались прям больно уже неприязнь какая-то я был свидетелем ужасной сцены две девушки сцепились не на жизнь а на смерть они били друг друга об асфальт да ты чё там же когда я никогда не видела не знаю женская драка она как вот что-то первобытное что-то первородное как сама жизнь там какая-то я не знаю им нечего терять они берут за волосы друг друга начинают бить они вообще не жалеют сил то есть они драться не умеют там нет вот этого чувства боевого искусства какого там все там надо убить ее надо убить погубить это это страшно причем ты там все попытаются разнимать они просто парни разбрасывают это страшная сила и вы скрывали все это время от нас ты только посмотри на этих почтовых ястребов знаешь я подумал купить себе одного такого тогда бы я ни с кем не разговаривал а просто посылал сообщение знаешь мне нравится твоя идея а молча такой аналогии такие да 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 социальные сети хочу расстроить соков все равно иногда приходится разговаривать ужас они итак ребята что же мы купим на нашу последнюю монетку можно купить еще денег вам там слушай ну она же чувствует азартные игры да она чувствует как можно в мире магов играть в такие тривиальные игры не ну маги огня никак не могут это угадать а вдруг там маг земли затешится проникнет они же уничтожают магов земли магов именно мне кажется они магов уничтожают да ты и не узнаешь вот ты скрываешься ты и не узнаешь что ты маг земли вот из какой-то колонии ты все захвачены ну почему нет а она же слышит вообще все это да да она же прям у нее услуги очень хорошо да да она вообще может угадать с легкостью вот где ваше зрение никак не может вам помочь никто никогда не угадывает потому что в конце он перекидывает камень а я это всегда чувствую а потом подкладывает эй ребята хотите сыграть со мной в игру но как же я смогу с вами играть я слепая зрение не означает везение кайф не нравится кто кого разбой ты молодец ух ты невероятное везение я думал он выкидывает его не он перекидывает под другой понял да да понял просто мне показалось что он вообще его с поля выкинул не 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 да вы рождены для этого не хотите ли сделать игру немного поинтересней немного поинтересней как а так ваш друг положит свой прекрасный меч а я поставлю против него 20 серебряных монет вот так будет поинтереснее согласно на 40 серебряных монет идет 40 серебряных монет а ты видишь как они деньги добывают вот так видишь а она сейчас обратно она может обратно камнями она закинет его обратно по чашку ну да но это ожидаемо она же управляет всеми силикатами извините милые леди но а я выиграла вы хочешь если у нее проблемы сейчас будет круто ребята где вы взяли деньги чтобы купить все это то у достало деньги она провела одного из тех парней кто обманывает людей с помощью чашек и камней Она использовала магию Земли, чтобы выиграть. Классика. А, то есть она жульничала? Эй, я жульничала, потому что он жульничал. Я обманула обманщика. Ну что в этом плохого? Я просто хочу сказать, что нам не следует слишком часто так делать. Почему? Потому что ты ненавидишь всё, что весело? Ничего я не ненавижу. Видишь? Весело? Когда Катаро пытается шутить или быть, типа, прикольным... Мне всё ещё... Шутка с прошлой серии, ну, когда Сока пропал. Влюбилась в него, да, что-то такое. Катаро, даю тебе честное-пречестное слово Аватаро, что мы больше не будем так делать. Ой, есть и другие игры. Они уже не хотят, чтобы играть. Вот что это? Это деревяшка была, или что это? Это же была деревяшка. Может, это из камня сделано. Каменные расколется, а деревянные нет. Вот вам ещё одно доказательство, что можно управлять деревом, если очень сильно захочет, то его максимально... Да то вообще металлом управляет, типа... Не, ну это паль. Это же просто... Да, они могут догадаться, что эта магия замешана. Хотя, эта магия чего? Земли? А, ну да, она... Она вытолкнула... Да, 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 да. Хотя интересно, что это и не выдернуло у неё из рук, она всё-таки его удержала, чтобы об землю ударить. Мне кажется, это привлечёт внимание. Тут же есть какая-то... Какой-то картель общий, который... Это должно привлечь внимание властей. Заказано много утекает. Это сока! Да. Я не могу, я его не узнаю. Слушай, ну вот это... Это жульничество. Вот то, что до этого Катару говорила, если они согласны, они просто забавляются. Ну вот это прям воровство. Так всё было до этого воровства? Нет, ну типа это игры, короче, это... Они сами там мошенники вот эти, которые там что-то меняют. Ну, типа обмануть их. А с ядром? Там тоже. Что? Слушай, там всегда стоят какие-то механизмы, которые не позволяют там больше... Не знаю, куча есть всяких уловок. Ты правда веришь, что всё это кристально чисто? Это же приятный механизм, когда ты захватываешь игрушку, он не рвается. Да, 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 что каждый может победить. Нет, конечно. Ну у неё-то получилось, там ещё с помощью сил. Да, да, вот это. Это уже какой-то... Мне кажется, это всё. Какой-то Дэймон Сальватор, блин. Что-то такое, нет, всё это ужасно. Ребята, мне кажется, что мы зашли слишком далеко. Если вы будете продолжать, случится что-нибудь нехорошее. Ты можешь хоть на минуту перестать быть такой занудой и расслабиться? О, прошу прощения. Думаешь, мне лучше быть такой, как ты? Ой, какие красивые монетки, посмотри. Нам наконец-то показали. Да, они как ромбик. Там чеканка, вот я не могу понять. Они внутри полые или нет? Не знаю. Слушай, как сложно, наверное, такие монетки отливать. Ты? Такой, как ты, дикаркой? Да, может быть. Может быть, тогда ты почувствуешь, как это здорово. Ты посмотри на нас. Мы путешествуем по миру, легко зарабатываем деньги, развлекаемся без родителей, указываешь нам, что делать. Так она же прорвала их, помнишь, когда одежду воровали, чтобы землю чувствовать? Ну, я сейчас на это обратила внимание, это круто. А, понятно. Ты ведешь себя так из-за своих родителей. Думай, как хочешь. Они слишком контролировали тебя, поэтому ты сбежала, а теперь ведешь себя так, как будто их и не было. Будто ты ненавидишь их, но это неправда. Ты чувствуешь себя виноватой. Я правда ненавижу их. А я так не думаю. Я думаю, что ты скучаешь по ним, но боишься признаться себе в этом. И поэтому ведешь себя, как какая-то дикарка. Знаешь, я сбежала, чтобы помочь Ангу. А в чем проблема поперебеситься? Нельзя, нельзя злиться на родителей. Не, она не говорит, что нельзя злиться на родителей. Главное, что она скрывает. Ну, наверное, больше проскрывает, а не то, что она бесится. Скорее, что... Не знаю. Тов, я знаю, что ты с сигаретиком живешь. Ты хочешь знать, это уже не важно. Эти авантюры подвергают нас риску, а нам это ни к чему. За нами и так гонится какой-то трехглазый... Почему я только Тов ругаю? Кстати. Ведь Анг, вообще-то, ей обещал этого не делать, а все еще продолжает делать. Сока, Анг, они вообще в этом участвуют по полной. Почему она только Тов ругает? Ну, знаешь, есть отношения, и когда отношения с всеми нормальные, но есть искренние, и он делает то же самое. Ну, это же неправильно. Конечно, нет. Ну, типа, мне вот сейчас за Тов как-то неприятно, обидно. Она постоянно на нее гонит. Хотя... Она прям, знаешь, подросток, который хлопает дверью в свою комнату. А Катара прям реально, которая давит, типа, тебе пора остановиться. Ты должна... Мать отыгрывает. Кстати, о деньгах. Я, пожалуй, пойду потрачу немного. Увидимся позже. Почему она не ругает Сока? Ястре, добро пожаловать в команду Аватара. Меня зовут Сока, я буду твой новый хозяин. И поэтому я должен предупредить себя, что у нас в команде уже есть лемур. И я не желаю, чтобы вы с ним ругались. Миленький, маленький почтовый ястре, у кого такие красивые пёрышки? Опа! Тов разыскивается. Так, подождите, что тут написано? Ну, что она разыскивается. Я не владею китайским. Ты прав, Ястре. Это очень плохо. Интересная деталь. Тов, когда я был в городе, я нашёл кое-что такое, что тебе не понравится. Что ж, по звуку это лист бумаги. Но, может быть, ты имеешь в виду то, что на нём написано. Они объявили тебя в розыск, понимаешь? Они дали тебе прозвище Беглянка. Плакат розыска? Это же так здорово! Беглянка? Мне нравится это прозвище. А портрет есть, я красивая. Ну, вообще-то, да, неплохо получилось. Но, Тов, мы ушли от темы. Может, Катара была права. И все эти фокусы привлекли к нам лишнее внимание. Не будь таким же параноиком, как твоя сестра. Ведь, с другой стороны, у нас теперь куча денег, чтобы спонсировать план вторжения. Что ж, это правда. Я планировал сделать обмундирование для Апы. Вот тебе немного монеток, чтобы ты купил хорошую карту земли огненного народа. Слушай, Апе реально пошёл бы какой-нибудь бронированный военный... Из металла, что ли. Почему так? Хотя, тогда, может, ему не так легко было бы лететь. Как лошади обивают. Ему и так тяжело, они все на нём, блин. Интересно, сколько Апе тяжело реально возить пятерых... Ой, сколько... Ну, я думаю, не так тяжело, но... Одному, я думаю, ему комфортнее летать. Где все-таки пятерых, там ещё Мома. И что, купи лучше Атлас. Я обожаю дорогие Атласы. Ну, конечно, обожаешь. И поэтому этот плакат розыска останется нашим с тобой маленьким секретом. Не, я чувствую, ТОФ отхватит в конце. Сока, только не говори, что ты купил эту птицу. Это не просто птица, это почтовая птица. Теперь мы можем послать сообщение куда угодно, даже про бабушки. Ух ты, а адрес она знает? Я вообще-то об этом ещё не думал. Я всегда об этом думал. Как они понимают, куда конкретно доставлять. Я не знаю. Я думаю, что, наверное, одну птицу можно натренировать только на одну точку. Чтобы она в случае чего пьяная, хромая, в дождь игра долетела. Я реально это не понимаю. То есть, я не верю, что птицы могут там несколько направлений. Одно, да, можно натренировать. Или мы с тобой не так хорошо верим в птиц. Я не верю в птиц. Ястрик про бабушки. Южный полюс. Думаю, он меня понял. Ястрик, перестань. Плохой ястрик. Она прям колдует едут. А она чистит, наверное, воду. А, нет. Что ж, смотрите, кто к нам присоединился. Где вы двое пропадали? Опять мошенничали? Слушай, это же очень удобно. Реально в готовке. Я каждый раз этому поражаюсь. Так вот взял, помешал. Чтобы ничего не пригорало. У тебя вся еда, она вся из воды состоится. И все твои всякие половнички чистые. Вообще ничего не надо. Она сама все. Да более того. Ну, это для супа удобно. Там жарить, что не удобно. Нет, так у тебя картошка тоже из воды состоит. Все состоится из воды. Овощи перемешивать, салат наворачивать. Масло только не получится. Потому что масло без воды. Но все равно. Да, именно так. И как я полагаю, вы не думаете о том, что это может быть очень опасным? Нет, не думаем. Правда? Да, правда. Ну ладно. А это тогда что? Я не знаю. Это уже не смешно. Вы же... Уважаю эти шутки про слепоту Тов. Что, все забыли? Я слепая. Это объявление. Тебя разыскивают. Беглянка. Это что, твое новое имя? И ты этим гордишься? Где ты его взяла? Не важно, где я его взяла. Важно, что... Ты рылась в моих вещах. Ты не имеешь права. У тебя был беспорядок, и я решила немного прибраться. А-а-а! А-а-а! Вы правда будете спрашивать меня, почему... Почему я... Да, там личная драма и трагедия. А-а-а! Материнский воспомин... В смысле... Вы поняли. Случайно на него наткнулась. Это вранье! Смотри, что ты... Сигареты у тебя нашли. Объявление о том, что ты в розыске. Не сделан домашнюю работу. Мне нравится Катара. Катара, правда. Но в такие моменты она меня раздражает очень сильно. Я прям так... Уйди, Катара. Из этого мультика куда-нибудь, пожалуйста. Мне нравится. Ты мне все врешь, Катара! Ладно, это вранье. Но ты в последнее время была неуправляемая. Я знала, что что-то не так. Я знала, что ты что-то скрываешь. И так и оказалось. Ты не посмеешь так просто уйти, пока я с тобой разговариваю? А-а-а! Реально, мать! Она, знаешь, это она получила... Я стрёмно, я не могу это слушать. Помнишь, она только начинала подавать какие-то материнские... Мы, знаешь, мы полсериала в шутку называли Катару-матерей. Ну, правда, это было в полушутку. Так, типа... Она, знаешь, как Винкс получили... Это больше не шутка. ...энчатикс, так она потеряла мамикс. Вот всё, и она теперь... Это вообще не шутка. ...еще более мощная мать. Что ты будешь делать, мамочка? Отправишь меня в комнату? Если б могла, отправила. Но ты не можешь, потому что ты мне не мама, и им ты тоже не мама. Да я и не претендую. Классно. Нет, но ведёт себя как мама. Ты думаешь, что можешь всех тут контролировать, но это не так. Ты всего лишь такой же ребёнок, как и мы все. Поэтому перестань указывать мне, что делать. Я буду делать всё, что сама захочу. Я совсем... Блин, обожаю этот мультик. Он мне очень нравится. И всё... Нет, Тов, конечно, тоже жестит, но... Но-но-но-но-но... Если прям мне... Если вот вы меня спросите, и у меня нет другого выбора, и мне правда нужно выбирать, кто прав в этой ситуации, Катар или Тов, то, типа, точно не Катара. Ну, образ твоей жизни больше напоминает образ жизни Тов. Но... Ну, да ладно, спальню зайди, там просто навалено горе вещей. Ты не так себе веду. Ой, а ты прям, типа, нет. Сока, я что, похожа на маму? Я больше сока в этой ситуации. Вообще, ни о чём не говори. Эй, я не собираюсь в это впутываться. А ты что скажешь, Анг? Я веду себя как мама. Ну, я... Перестань тереть свой глаз и не мямли, когда разговариваешь. Нет, девочки, они делают намёки на протяжении двух сезонов. Мы такие, ну, больше похоже на мать. Больше похоже на мать. И я кайфую. Она меня пугает. Я кайфую, когда они берут и сами себя высмеивают, ну, ставят на обсуждение. Не, вот это клиника уже... Я не могу с тобой рядом находиться. А я не могу быть рядом с тобой. Раскор. Знаю, ясли. Но почему они не ладят? На самом деле, если это парит сока и Анга, им бы тоже следовало бы с катарой поговорить, потому что складывается ощущение, что котов так считают, а они типа такие... Но их же это тоже беспокоит. Им же это тоже причиняется комфорт. Знаешь, почему их не так сильно беспокоит? Они оборятся. Не, я думаю, не в этом, потому что... Ну, нет, мне кажется, они боятся её реакции. У меня есть гипотеза, почему они такие злые друг на друга. Потому что катаре нельзя быть безответственной, потому что это уже... Вот её состояние вытянуто в тень. И её можно понять, потому что она действительно... На неё действительно легла большая ответственность в какой-то момент. Отец ушёл, мать умерла. Она была старше в деревне. Она была старше, она единственный маг в деревне, насколько я помню. Ну, и потом вот всё это приключение с Ангом. Она, ну, сколько же младше, насколько я понимаю? Солько младше, брат, да. Ну вот, типа ответственность за брата. Анг тоже младше, ответственность за Анга. Теперь за Тов. То есть типа катару понять можно. Я не говорю, что она типа... Ну, видишь, тут не со всеми так срабатывает, потому что некоторые тоже сильные персонажи, и у них тоже большая ответственность. Допустим, Ава Анг. На нём ответственность даже больше, чем лежит на... Ну, понятно, что, грубо говоря, травма, да, на всех ложится по-разному. Ну вот на неё прям особенно, и она вытеснила ту часть ребячества, у неё прям нет детства. Это всё где-то в тени, и, соответственно, ты агрешься на себя саму, потому что тебе самой нельзя. И когда ты видишь человека, которому якобы это можно, ты начинаешь на него переносить свои эмоции, всё, ты уже проекцию на него построил, вот теперь он злой злодей, потому что тебе саму нельзя. А у Тов ровно такая же ситуация, только наоборот. Да, то есть у Тов... Да-да-да, у неё тоже траблы. Она зеркалит, у неё тоже, только у неё чистота и порядок, это вот тоже то, что ей нельзя, потому что это уже до этого использовалось как метод подавления. Да, если она там соблюдая чистоту и порядок, то она идёт по пути своих родителей, с которыми у неё траблы. С чем ещё... Да-да. Не, очевидно, почему у Катары и Тов конфликт. Очевидно. Ну, единственное, чем он может разрешиться, что вообще, если бы это не были живые персонажи, я думаю, что Аватар очень умный мультик, и он нам это покажет. Да-да. Что Катара должна принять, что она тоже девочка, что она тоже хочет веселиться, что её тоже немножечко... Причём у неё были моменты бунтарства, где она через себя брала, переходила, сама этого не замечала, потом в отключке понимала, что она натворила кучу дел, всё равно возвращалась обратно. Мне кажется, Катаре просто нужно отстать от Тов, от Тов просто нужно дать время, пока она перебесится. А не получится отстать, потому что это твой триггер. Ты же не можешь самим с собой работать в такой ситуации? По факту ты должен принять, что я хочу это сделать, а не Тов это можно сделать. Просто в случае с Тов, мне кажется, это действительно просто такой подростковый момент, который со временем пройдёт. Ей просто нужно перебеситься. Ей нужно примириться внутри себя вот с родителями, и как-то просто... Ну, я думаю, что это не будет так ярко, я не думаю, что она будет прям вот матерью, как Катара, но она просто немножко подуспокоится. Конечно, она подуспокоится. То есть, типа, сколько ей лет? Тринадцать, четырнадцать? Ну, типа, блин, ну, камон! Она не такая, как все. Её прессовали родители, оберегали. Она буквально жила в клетке какой-то. Конечно, у неё будет такая реакция. Да-да, я вообще не удивлюсь. Ну, как бы мы и за Катару тоже никак бы не переживаем. Это просто прикольная ситуация. Да-да-да. Блин, вас не смущает дырка у него на спине? Я каждый раз смотрю, не всё чешется она. Анг, давай вместе проверим, как работает мой почтовый ястреб. У меня есть идея. Давай! Знаешь, я отправлю записку Катаре и напишу, что это АТОВ, которая изменяется. О, нет, это плохая идея. И тогда все снова будут друзьями. Должен признать Сока, ты не перестаёшь удивлять меня своими идеями? А, это дар. Это очень плохая идея. Дорогая Катара, прости меня за всё. В этом плане шикарно всё. Даже та часть, где ТОВ не умеет писать, потому что она слепая. Она не умеет? Ну... А как она должна уметь? А как она умеет? Что за вред? Она же... Ну, как она сориентируется на листе? Ну, она может, наверное, да? Это же... Нет, Саш, допустим, вот в нашем мире слепые же, они не умеют писать, читать, они только по шрифту Брайля или... Да, 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 читают. Слушай, я не знаю. Возможно, умеют. Не, мне кажется, не умеют. Умеют. Но это для этого нужно... Ну, а как? Ты ни разу не видел эту букву. Как ты знаешь, как её писать? А как её читать? Читать вообще нереально. Читать можно по этому. Так, ладно, хорошо. Я думаю, что... Нет, это нереально. Твоя подруга ТОФ. Подруга. Он сейчас улетит просто. Я знаю, что это от тебя, Сока. ТОФ не умеет писать. Да вы меня скоро с ума сведёте. И как мы только забыли о том, что ТОФ не умеет писать. Да, мы идиоты. Как всегда. Переходим к плану Б. Посылаем ТОФ записку, будто от Катары. ТОФ не умеет читать. Я полагаю, мы столкнёмся с похожей проблемой. Прости, Ястре, но мне придётся разобраться с этим без твоей помощи. ТОФ, нам нужно поговорить. А ТОФ же нравится Сока, да? Ну, мне кажется, да. Ой. Вот мне пацану. Так, дай-ка я угадаю. Ты прекращил меня сюда, чтобы рассказать, что твоя сестра совсем не такая зануда. Да нет, с этим я спорить не буду. Катара считает, что она всегда во всём права и всегда пытается всеми командовать и сует нос не в своё дело. Да уж, я не представляю, как вы с этим живёте. Вообще-то, в некотором роде, это моя опора. Что-то я не понимаю. Когда умерла наша мама, это были самые трудные времена в моей жизни. Видишь? В семье была неразбериха. Но Катара, она была такая сильная. Она не побоялась взять на себя огромную ответственность. И она помогла мне пережить смерть мамы. Наверное, я никогда об этом не думала. Сейчас я тебе кое-чём признаюсь. Я никому этого раньше не говорил. Но, если честно, я не могу точно вспомнить, как выглядела моя мама. Мне кажется, что Катара единственная всю жизнь обо мне заботилась. И всегда была рядом со мной. И сейчас, когда я пытаюсь вспомнить маму, мне приходит в голову только лицо Катары. Правда в том, что иногда Катара действительно ведёт себя, как мама. Но это не всегда плохо. Она сочувствующая и добрая. Она действительно любит меня. Со всеми недостатками. В отличие от моей родной мамы. Только не вздумай рассказать ей об этом. Эй, я как могила. Это была очень речь сока. Прям, не знаю. Мне прям стало так неприятно. Ну, в смысле... Она же умерла прям очень рано, да? Ну, я не помню. Не природа, к сожалению? Сейчас, если я, дай бог, неправильно скажу, меня уничтожат в комментариях. Самое главное ударение не делать. Не мама, а... Мама. Мама. Привет, Туф. Я хотела... Катара, стой. Ты не должна извиняться. Я вела себя очень глупо. Эти авантюры были опасны, и теперь с ними покончено. Вообще-то я и не собиралась извиняться. Я собиралась предложить тебе провернуть одно действие. Вот! Вот! Мы все этого ждали! Хорошо, что это прям в этой серии случилось. Что Катара должна сама в это как-то вникнуть. Но они... Мне кажется, Катара и попадётся. Что? Провернуть дельце? Ну, не простое дельце, а крупную авантюру. Ну, что скажешь, Туф? Только ты и я. Наш последний выход. Согласна? Ты же знаешь, что согласна. Теперь подробно расскажи мне свой план. Я верю в трансформацию Катары. Да, конечно. Слушай, она в целом, мне кажется, трансформируется. У неё просто бывают... Заскоки очень сильно. Заскоки, да. План очень простой. На этом плакате розыска говорится, что ты стоишь много денег. В 10 раз больше, чем вы получили... Ааа, начало серии! Да, да, да. Я тоже об этом подумала. Уже когда она предложила план. Я сейчас забыл. За все свои авантюры. Я задумала сдать тебя и забрать вознаграждение. Потом ты вызвалишь себя из тюрьмы с помощью магии, и мы убежим. Как ты посмела так поступить? Ты предала меня! Ты сама во всём виновата. У меня не было выбора. Вы поступили правильно, когда решили сдать беглянку. Правильные поступки стоят дорого. Что ж, очень рад, что вы это сказали. Но я всё ещё жду своё вознаграждение. Ну, конечно. Тогда нам вот туда. О-о-о, это что-то сейчас будет. Блин, похоже, их план не сработает. Дерево? Да, ладно, деревом они не могут управлять. Эй, а из чего сделана эта решётка? Из белого дуба. Белый дуб! Это белый дуб! Это очень опасное дерево. Ты угораешь? Нет. А что, в чём опасность? Ну, я не скажу. Это из одного сериала, который мы смотрим. А, да? Да? Нет, да? Из однажды в сказке? Нет. Смотри. Белый дуб! Дневники вампира! Колы из белого дуба! Волчонки тоже там... Да смотри! Это она! Это та девушка, которую вы искали! Отстой! Мне всё, вся в конец. Как думаешь, это их крупное дело может длиться так долго? Я как раз хотел спросить тебя об этом. Думаю, нам лучше проверить. Ведите себя хорошо. Апа за старшего. Оставили троих животных на утёсе. Что может пойти не так? Пусечка. Стой! Это ловушка! Правда? А ты не шутишь? Может быть, поэтому мы сейчас сидим в деревянной клетке? Эй, а как ты догадалась, что это ловушка? Ловушка не для нас, Катара. Мы просто приманка. Им нужен анг. Ох! Ну как я могла быть такой дурой? Видишь, именно поэтому я была против всех этих авантюр. Я знала, что это случилось. Потому что она просто не умеет. Правильно как-то. Это ведь была твоя идея. Ремиссия прошла не очень хорошо. Знаю. Я хотела доказать вам, что я не похожа на маму. Я хотела доказать вам, что тоже умею веселиться. Катара, ты весёлая. Уж по крайней мере, цариться с тобой точно весело. Я знаю, что твои отношения с родителями очень сложные. И я не должна была говорить то, что сказала. Да ничего. Я сначала очень на тебя разозлилась. Потому что... Ну, потому что это правда. Я пытаюсь не думать об этом. Но когда я сбежала, наверное, я сделала им больно. Как ты думаешь, куда они подевались? Как ты думаешь, куда все подевались? Его убить. Сука, осторожнее! Это Спарк из Спарк и Бумен! Знаешь, мне начинает казаться, что это имя ему не очень подходит. Почему он полностью его повторил? Не так легко выговорить сможешь? Спарки, Спарки, Фу, Бумен... Бумен... Субергеройское приземление! Что же нам теперь делать? Я не знаю. Если бы у нас было немного земли или воды... А как насчет твоего метеоритного браслета? Сделай пи... А как насчет твоего пота? Я оставила его в лагере. Боялась, что его заберут у меня. Катара, с тобой все в порядке? Все отлично. А что же ты делаешь? Делаю свою собственную воду. Можно пописать. Я давно это предлагала. Да, можно пописать. Я всегда это предлагаю. Это даже не грязно, потому что она не успеет достичь земли, как ты уже ее... Просто ее там... В пузырик ее. Да. Ребята... Желтый меч. Не знаю, почему вы не согласны с нами. Чем пот лучше мочить. Катара, ты гений! Потный, вонючий гений! Надеюсь, капуста не постаралась. А ее тут не было. Не знаю, я почему-то, когда вижу какую-то тележку, я вспоминаю капусту этого чувака бедного. Парень слишком хорош. Он стреляет прямо своим мозгом. Давай разделимся. Тогда он растеряется. Ай, вставай! Сматываемся! Круто. Еще в секунду он задовтылся. Это, наверное, больно. Круто. Он не может больше стрелять, но что? Что произошло? Эй! Сбился прицел? Сбился прицел. Слушай, я не знаю, как это работает. Вот это же не глаз, это татушка. Ты понимаешь, это же татушка. То есть, он как-то понял, что он может через лбом стрелять. Это вообще какая-то странная конструкция. Нет, это не конструкция. Мне кажется, что это рисунок. Нет, вообще в целом то, что он из лба стреляет. Очень непонятно. Ну, магия-то, она откуда берется? От сознания, наверное, от мозга. И это, типа, мозгом ты все время как бы управлял. Мозгом научился стрелять. Я так понимаю. А тут ему по башке дали, вот, не знаю, лобные доли, не знаю, сотряслись у него, ему тяжело теперь наводиться. Наверное, так. Я все понял. Идеальное имя для этого парня – Огненный Человек. Ты молодец, Сока. Теперь давай уйдем отсюда до того, как он нас поймает. Видишь, идеально ему подходит. Ох, как я измотан. А ты как приятель. Да, ты моя ленивая маленькая птица. Мило, что у него свой питомец теперь. А кому принадлежит Момо? Общий, да? Общий. Он Момо общий. Пара, помоги мне. Что такое, Туфу? Помоги мне, пожалуйста, кое-что написать. Я хочу послать письмо моим родителям. Буду рада тебе помочь. О, Ястреб. Пригодился. Как мило. Эй, куда это полетел Ястреб? Блин, хочу очень сильно похвалить эту серию. Очень хорошо. В плане эмоциональном она чуть ли не лучшая вообще за сезон. Тебе прям настолько зашло? Мне прям очень, мне зашел этот конфликт, мне очень зашло решение конфликта, мне зашли выводы, которые каждый для себя сделал. Я такое люблю, правда, мне вот это очень нравится. Мне нравится, что, мне понравилось, что наконец-то показали Катару такой, какой я всегда её представляла. Ну, по крайней мере, это озвучили. Да, это озвучили. Прямо, как проблема. Мне понравилось, как это нам объяснили с помощью сока, ну, почему Катара такая, о чём мы догадывались все, конечно же. Мне понравилось, что Катара это всё осознаёт про себя, мне понравилось, что Тофа сделала для себя выводы. Короче, вот очень мне это всё очень близко, мне понравилось, правда. Ну, тебя прям тригерило, конечно, больно сегодня. Нет, очень комфортная серия, очень комфортная серия, плюс у нас сюжет двинулся, опять же, да, под конец. Я хочу, чтобы она стала Катарой, мне прям вообще лютой, мне прям очень интересно наблюдать, как этот персонаж будет постепенно себя принимать. Это классный персонаж, правда, очень классный. Несмотря на то, что у меня с ней нет точек соприкосновения, она как человек, да, мне чужда немного, но это очень классный персонаж. Я тебе говорю, ты больше на Тоф похож. Нет, ну она прям пацанка такая, типа. Ну, что касается беспорядок. Я, кстати, тоже сока, я тоже считаю, но я во всей этой компашке я сока. Всё умеет, ничего не умеет. Лилана, классная серия, спасибо, что побыли, посидели с нами, пишите, дополняйте наши размышления, вашими размышлениями. Если вам есть что, или правильно поставить ударение, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. С удовольствием эти комментарии почитаем. Угораем, если что. Да, 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 угораем. Всё хорошо. Мы прям вообще, мы просто на угаре такие, ребята. Пока. 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 Пока.